Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по рынку труда Англии в 7.00 по GMT. Далее в 12.00 по GMT ждет нас доклад ОПЕК, опять же по соотношению спроса и предложения на рынке углеводородов. Я уже много недель назад анонсировал вам наличие потенциала для оснижения котировок бренда, да и в целом развития нисходящей динамики нефтянки. Но, к сожалению, уже полтора месяца мы, по сути, топчемся на одном и том же месте. И хочется верить, что какой-то, может быть изначально недооцененный фундаментальный релиз, но может стать источником вот этого необходимого движения и, в данном случае, развития нисходящей динамики. В 12.30 по GMT ключевой отчет этой недели, как минимум, данные по инфляции в США. И закрывать торговую сессию будет отчет от Американского института нефти по запасам нефти США в 20.30 по GMT. Ну, давайте по порядку. Индекс доллара 102.78. Это уже выше, чем котировки, которые мы фиксировали в конце прошлой недели после агрессивных распродаж, которые продолжались и ставших следствием выступления Павла в Конгрессе. Хотя, если вы присутствовали на вчерашнем вебинаре, мы как раз его риторику детально разобрали. И выступления в Палате представителей, и перед Банковским комитетом. Ну, не было там никаких акцентов на возможности скорого смягчения экономической политики. То есть, все, что отметил Павл, это нам известные факты о том, что нужно ждать выхода большего количества макроэкономических отчетов, и на данный момент инфляционные риски все еще сохраняются. Это также транслировали как идею и представителей ближайшего окружения. Павла, голосующий член американского регулятора. Данные по рынку труда Non-Farm Perils, которые вышли в конце прошлой недели, неоднозначный эффект на рынок оказали, потому что 275 тысяч новых рабочих мест, с одной стороны, очень хорошие показатели, но с другой стороны, вырос уровень безработицы с 3,7 до 3,9 процентов. Это максимум за два года. Очень странные цифры, кстати, учитывая рост количества новых рабочих мест и то, что практически не изменилось доля экономически активного населения. Ну да ладно, сейчас не будем особо цепляться за отдельные показатели. Если что-то действительно не так, то спустя месяц мы увидим пересмотренные показатели. Я думаю, что так оно и будет. И уровень безработицы снова вернется к значению 3,7, к которому мы уже привыкли. Что касается предстоящего релиза по инфляции. Ожидается, что общий индекс потребительских цен так и останется на отметке 3,1 процент. При этом в месячном выражении может быть зафиксирован рост на 0,4 процента против прошлого роста на 0,3 процента, когда или после которого, после выхода этих данных, американский регулятор насторожился и сделал акцент на то, что его теперь больше всего беспокоит тот факт, что темпы снижения инфляционного давления, они очень сильно ослабли. И нет уже надежды о том, что то, как быстро инфляция снижалась в прошлом году, эта тенденция сохранится. Базовый индекс потребительских цен, кстати, может напротив показать вот эту нисходящую динамику с 3,9 до 3,7 процентов. Но думаю, что фактически показатель будет в лучшем случае 3,8 процента. Поэтому сегодня высока вероятность сюрприза. От отчетов может быть зафиксирован значительный рост в месячном показателе, что базовый индекс потребительских цен, что и основного. Поэтому нужно готовиться к тому, что на рынок очень быстро могут вернуться покупатели. Потому что чем выше будут данные по инфляции, чем существеннее они превзойдут оценку экспертов, тем больше у рынка будет оснований снова говорить о том, что американский регулятор вряд ли пойдет на снижение ставки даже в июне. Ну а пока по инструменту FedWatch Tool у нас 57% вероятность того, что ставку снизит. Это ровно столько, сколько показывал этот индикатор еще в конце прошлой недели. Золото 2178 долларов за трость консу. Десятилетние трежери снова локально подрастают. 4,1 процента. Сантимент. 40,60 уже не такие интересные показатели, как были на прошлой неделе. И я со своей стороны делаю акцент, друзья, что золото может быть действительно уперлось в свой потолок возможностей, которые можно было достигнуть вот при том фоне, который сложился. Поэтому, если вы все-таки раздумываете, что делаете, вероятно сейчас, особенно перед выходом данных по инфляции, уместнее просто зафиксировать результаты тех сделок, которые уже удалось провести, и зафиксировать тот профит, который удалось получить. По другим финансовым инструментам евро против доллара 1,0940. Ничего интересного в плане новостей, либо фундаментального фона не было за последнюю торговую сессию. Британская валюта. Я вам обещал, что мы добавим этот актив в наш портфель, потому что очень много статистики будет в рамках этой недели по фунту, и нам нужно держать руку на пульсе. Котировки пары фунт-доллар 1,2820. Текущее значение фунта очень сильно вырос после бюджетного послания, скажем так, к Министерству финансов Англии Джереми Ханта, который улучшил прогнозы по экономическому росту и анонсировал кучу субсидий, дополнительных мер стимулирования, поддержки населения и бизнеса, и это вдохновило, опять же, покупателей британцев и фондового рынка. И сейчас, опять же, делается еще акцент на то, что Ханк, кстати, отчасти комментировал этот вопрос будущих действий Банк Англии, сделал заявление о том, что Банк Англии в ближайшее время не будет корректировать монетарную политику, потому что решения согласованы с Минфином, и сейчас нужно обеспечить выполнение обещаний Министерства финансов относительно устойчивого снижения инфляции. Поэтому рынок пересмотрел ожидания того, когда Банк Англии пойдет на снижение ключевой процентной ставки. И сейчас это уже сроки, в лучшем случае, июль, но, скорее всего, даже уже конец летнего сезона, либо осенью. Это позже, чем другие регуляторы, за которыми мы следим. Поэтому фонд может сохранить потенциал роста, и сегодня выйдут данные еще и по рынку труда. Оптимистичные ожидания по росту числа рабочих мест, по прогнозу, прирост может составить 70 тысяч. Если цифры действительно будут такими же, то фонд продолжит бычий ралли, и я рекомендую смотреть на отметку 1.30. Доллар иена 147.40 очень поддержали, скажем так, мягко говоря, позиции покупателей иены, данные по ВВП, в частности, показатели по экономическому росту, это оценка прошлого года на основании оценки еще за четвертый квартал прошлого года. В квартальном выражении экономика все-таки избежала рецессию, как и в годовом. В квартальном рост составлено на целых 0,1%, в годовом на целых 0,4%. Важное событие, важнейшее событие для будущих действий Банка Японии это переговоры по заработным платам, которые состоятся завтра. Ждем. Я полагаю, что все-таки темпы прироста будут не настолько убедительными, чтобы Банк Японии признал, что теперь есть основания для устойчивого роста инфляции. Поэтому пока что я считаю, что потенциал для роста пары сохраняется. S&P стремится к новым историческим максимумам. Здесь без каких-либо изменений в прогнозе и в плане. Ждем планку 5200 и выше. Биткоин. Новые исторические максимумы в соответствии с прогнозами и ожиданиями. 71 тысяча с небольшим. Ждем уровни еще выше. И что касается рынка нефти. 82,40 текущей котировки. Сегодня выйдут данные от Американского института нефти. С большой долей вероятности мы увидим очередной прирост запасов, что может усилить давление на котировки. И также стоит отметить в качестве негативных факторов еще последний, вчерашний доклад от Международного антического агентства о том, что в этом году спрос вырастет на 1,2 миллиона. Это существенно ниже, чем в прошлом году, когда прирост состоял от 2,3 миллиона. Поэтому негативных факторов становится все больше. И по этой причине я сохраняю короткие позиции. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.